Вот, а сейчас я буду, что я буду делать? Я буду кушать и ребенка укладывать. А, кстати, я уже поставила какие-то декорации, вот, и сейчас я хочу еще, кстати, мы хотим сюда полку купить, чтобы все это все складывать, хочу украсить то окно, хочу украсить люстру, может быть здесь украсить что-то, и так, тут у меня уже огонечки тоже есть, сейчас включим, оп, вот. И также я еще повесила на входную дверь венок, в принципе, я, наверное, и потом елку поставим, ну, когда уже Костик вернется тогда, просто сейчас, пока у меня, пока я буду дома сидеть с этим после операции, у меня план там все украсить, короче, я знаю, что мне много нельзя там уборкой заниматься, что-то тяжелое поднимать, поэтому я такое, хочу что-то на лайте такое, там, типа, что-то украсить, разобрать Костика фотографии, наконец-таки, для альбома, я уже, я, короче, ну, как вы понимаете, уже почти два года делаю эти фотографии, короче, разобрать надо, подумать, что напечатать, ну, в общем, такие вот у меня планы на, как сказать, отпуск, пока я буду, а еще я купила акварельные краски, может быть, порисую, хотя у меня и фильмов у меня много записано, какие нужно посмотреть, хотя у меня знакомый, который там делал эту операцию, он, правда, делал на верх и низ, он сказал, что первый день вообще ничего не видел, он не видел, как в туалет пойти, так что, может быть, все мои фильмы у нас, ну, посмотрим, что это за танцы, шмансы, все, ладно, нашему ребенку пора спать, спать пора тебе, говорю, не моя твоя не понимать, моя твоя не понимать, вот, а мне пора кушать, я есть, хочу очень, уже обед, час дня, я еще ничего не ела, ну, вот, в общем, все-таки я решила сейчас, ну, что смогла-то украсила, без елки, понятное дело, а вот на люстру повесила, такую вот гирлянду, такую, это вы уже видели, эй, снежиночка моя, это вы уже тоже видели, так, повесила вот здесь вот такую немножко, гирляндочку небольшую, это я потом беру, это просто пока, и сюда на окно, еще хочу вот ту снежинку, которая за Костиком, тоже как-то сюда приделать, но не знаю, я потеряла вот эту присоску, на которой вешать, поэтому не знаю, эээ, и, может быть, сюда еще какую-то декорацию поставлю новогоднюю на вытяжку, не знаю, ну, и потом, короче, мы сейчас думаем, вот, как елку поставить, там обычно у нас елка стоит в том углу, но в этом ладу, если мы там поставим, тогда Костик будет залазить на диван и на стол, чтобы достать верхние игрушки, и поэтому подумала, что, наверное, нужно ее ставить так, чтобы у него был свободный доступ, чтобы он хотя бы, ну, доставал тоже те же игрушки, ну, снизу, но хотя бы не лазал по разным поверхностям, поэтому я думаю, что мы стол переставим к фотографиям сюда, а елку поставим либо в этот вот угол, либо вообще посередине как-то вот так вот, не знаю, у нас вот здесь вот нет батареи, знаете, как обычно такая длинная идет батарея, либо там, либо там, к отоплению, у нас она вниз уходит, так бы я могла бы еще ее привязать, чтобы он точно ее не прокинул, но нету, я думаю, может быть, к этому крюку ее как-то привязать, не знаю, ну, чтобы понадежнее так цель была. Вот, сейчас мы ждем папу и съездим в Икею, я хочу туда такую полку купить, которая будет открываться в ту сторону, ну, или в эту, неважно, уже у меня там такой бардак, короче, вообще, там такой, знаете, маленький Египет, там, я даже не знаю, там у меня и книжки с рецептами, и вино, и удлинитель, и эти, там часто запасные таблетки для посудомойки стоят, губки запасные, короче, там просто какие-то залежи, надо там-то все разобрать, и все красиво поставить в полочку, чтобы не было бардака. Что, ням-ням, сейчас дам что-нибудь. Вот, так что ждем папу, сегодня у нас будет блёв, я вчера наделала на два дня. Пожалуйста, вы свое оружие потеряли. А, еще я в прошлом году накупила, гостик уже с Верстал Скал, вот такие вот по скидончикам были, эти самые гирлянды, и я хочу в подъезде, где лестничные пролеты, где окно, там такая деревянная, ну, не деревянная, перекладина, короче, возле этого, возле окон этих, так обмотать красивенько, ну, и в подъезде тоже будешь хоть как-то, хоть как-то серый подъезд, облагородить, оброждествить, вот, да? Спасибо. Я с тобой от голода не умру. Дай бусю. Бусечку дай. Мой чём он маленький, молодец. Всё. Ладно, ждем папу. Воспобку. Поздоровай. Всем привет. Если тебя видно. О, красавчик, зорь, даже света хватает. Ну, всё, Костя, поедем, да, в Икею? Еее, поедем! Короче, мы за этой полкой приезжаем в Икею. Раз пятый. Раз пятый. У нас уже даже три варианта полки, не одна, даже три варианта. И всех этих трёх полок уже пять раз нет. причем по шарасам сказали, что с первого числа они будут. Мы сегодня приехали. Сегодня какое? Четвертое. Четвертое. И их нет. У них показывает тебе, что будет завтра. Но завтра они не работают. Завтра выходной день. Короче, опять без полок. Опять облом. Завтра ничего не работает. Да пипец. Я алкоголь не продаю. Да, это страшные новости, товарищи. Страшные вести принесли в нашу страну. В каждый дом вошла страшная весть. Да, кто не знает. По выходным не продают алкоголь. Да, у нас не продают алкоголь. Сигареты. Сигареты, алкоголь. Алена сказала, что не продают средства для чистки машин. Ну, для по уходу за машинами. На заправках продается только топливо. Безин, топливо, еда. Вот так вот. Не знаю, как связано алкоголь и ковид. И также вонялочка в машину. Ну, видимо, как-то связано. На работе нужно сидеть. Страшные новости, да. На работе нужно сидеть в маске. Ну, ладно, то у других уже так вот. Ну, у кого у других. Не знаю. На Мальте нет такого. Не рука устала слунать. Все не разговаривала. У них зато нужно постоянно ходить на улице в маске. Но многие обходят это, нося с собой кружку. А в кружке просто не обязательно напиток, а просто телефон. Как держалку до телефона и вот так вот обходят. А смысл на работе быть без маски, а на улице в маске? Не знаю. В Испании это было все лето. Ну, вот и снова здрасте. Мы уже в другом торговом центре. Вот, как так. Кстати, очень приятно, что... Сделать ничего, поэтому мы теперь ездим по торговым центрам. Да, Лен? Ага. И, кстати, это... Очень приятно, что здесь, в этом центре. Мы на Акрополисе и здесь заходишь, и они давали... Дэнт-маску, если ты забыл. Дима просто в машине забыл. Костя, расскажи, как ты вырубился в машине? Чуть-чуть, нечаянно. Наверное, потому что что? Наверное, потому что нужно в обед спать, да? Давай, пойдем ручки мыть, Костя. Пойдем руки мыть. Они будут ручки мыть, а я с вами попрощаюсь на сегодня. В смысле, для нас на сегодня. Всем пока. А я покажу быстренько, что мы купили. Ничего мы себе не купили. Мы все купили ребенку. Купили домашние штанцы. Вот такие вот. Одни такие. И одни вот такие черные. Оба за 2,50. Одни 2,50 и другие 2,50. Купили ему труселямбы. И купили, и купили. Вот такой свитер. Мне понравилось. Как раз у него только два свитера. Было один уже маленький, второй как раз. Ну вот, и один купили чуть-чуть. Ну, он как бы 98 сейчас носит. Ну, такое вот. 98-104 ему взяли. Потому что 98 мне показалось, когда маловато ему. И стоило 9,99. Ну, вот так вот как-то. Ой, все. Сейчас. Сейчас они помоются. Я покормлю ребенка. Мы его уложим. Будем с Димой есть пирог. Купили себе вкусный пирог. Когда Костик пойдет спать. Будем, как самые хорошие родители, будем есть под одеялом. Втихаря от ребенка. Все. Всем пока. Пишите комментарии. Мы очень им радуемся. Подожди, я дверь не могу открыть. Детская защита там стоит. Вот. Пишите комментарии. Мы на самом деле очень рады нашим комментариям. Все время их ждем. Все время отвечаем, как вы видите. Вот. Спасибо вам за то, что посмотрели. И для нас до завтра. Для вас не знаю, когда мы. Короче, пока. Безопасность прежде всего. Все работает? Да. Доброе утро. Доброе утро. И вот мы собираемся везти ребенка к моим родителям. Я копилась. Но сначала, короче, нам нужно поехать ко мне на работу. В связи с этой ситуацией. До этого была практика разрешена. Сейчас практику разрешили только один на один с учеником. Соответственно, как бы это не выгодно ни школе, ни никому. И поэтому у меня, получается, сейчас не будет пока работы. Ну, не сказать, что я сильно расстроена. Потому что, ну, как бы ты такая ситуация, уходишь и паришься, знаешь. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что из-за того, что продлили всю эту тягомодину до января какого-то там, все это все время будет теоретические занятия отдаленные, да. Теоретические занятия я не веду. Веду другая учительница. И у нас пока вот это вот все происходит, у нас будут, ну, в школе произойдут такие небольшие изменения. И поэтому с января мы будем временно в новом помещении, в другом, в центре. И мне нужно забрать все кубки, потому что в том новом помещении... Нет ничего более постоянного, чем... Ну, с другой стороны, наш центр тоже неплохо. Мне даже, может, даже и удобнее. И ученикам тоже. Вот, там все равно это все оборудовано, все нормально. Но дело в том, что это помещение, которое будет у нас с января, оно как бы съемное, и мне там негде поставить кубки. То есть это не будет принадлежать школе, это съемное помещение. Вот, как долго мы там в этом помещении будем, неизвестно. Может быть, до конца учебного года, может быть, до следующего года. Мы не знаем. Поэтому мне нужно забрать кубки. Я уже на Диму с утра успела обидеться, как все женщины, вот, на своих мужчин. Потому что он предложил мои кубки. Ну, давай мы отвезем их в подвал куда-нибудь сложим твоим родителям. То есть, ну, в подвал многоквартирного дома, понимаете, там, где всякие банки хранят, да? Мне так обидно стало, я такая, блин. Мы оставим себе столько самой ценной. Да, конечно, ты такого не говорил. Ты просто сказал, давай отвезем-то все. А они тебе точно нужны? Я такая думаю, у меня, ну, как бы, извините, ну, я понимаю, что для тебя это ничего не значит. Но для меня они что-то значат. И вы знаете, самое интересное, что вот старую клавиатуру выкинуть из дома, он, нет, не надо, пускай лежит, она нужна. Провода, которые он даже не знает, от чего они лежат у тебя в шуфлядке, ты даже не знаешь, где ты провода. Нет, они нужны, а это нужно. А мои кубки, которые, там, я не знаю, там, ездила по чемпионатам, по разным странам, это фигня, это... Ну, как они могут пригодиться? Это как фотография, как старый альбом. Вот знаешь, у тебя, например, Костяк начнет что-то достигать, вот будут у него кубки. Вот прикольно, скажем, вот ты его кубок принесет, скажешь, что это за херня, давай это выкинем. Ну, подожди, ну, кубок за судейство, ну, неинтересно. Интересная тема, потому что за судейство ты в судействе была. Ты был в судействе хоть раз? Ты хоть раз какой-нибудь конкурс судил? Судил в футбольный матч дворовой. Дворовой? У тебя есть это кубок? Нет, конечно. Фигово, значит, судил. Ну, расскажем тебе. В общем, реально, мне так обидно стало, думаю, что... Ну, я понимаю, что теперь, как бы, только для меня это значит, для него-то вообще ничего не значит, эти мои кубки. Вот, короче, так, вот, в общем, едем мы за кубками, набираем их, забираем их, и да, я тоже не знаю, куда их поставить дома. Ну, я согласна в этом плане, что с Димой, но пока мне приходит мысль, пока только на подоконник поставить. Часть. Ну, все не влезут. Самое центре. Я уже психанула, говорю, Димка, хорошо, давай их выкинем, и золотую медаль тоже выкинем. Это же просто медаль. Что ты замолчала сразу? А, типа, если золото, тогда не надо, да, выкидывать? Да, потому что чистое золото. Ого, что, так это же медаль просто. Ладно, все, едем и за кофе надо съехать еще. И тогда мы поедем ехать. Так, предложила Диме забрать тоже эту полку, чтобы, ну, надо подумать, как ее куда поставить. Друзья, зашли мы на Статрау, купили булочки кофе. И вот то, о чем мы вам рассказывали об ограничениях. Вот на продажу продукции. Как вы видите, вот они запреты. Да, вот так вот, вот совсем бессмысленное, непонятное ограничение на некоторую продукцию. Вообще не понимаю, для чего. Короче, вот так вот, ни одежду, ни алкоголь, ничего, кроме того, что тебе необходимо сейчас в подседемной жизни. Ты не купишь, и ням-ням, вот на принятии. Ням-ням, Костя, да? Пожалуйста. Не кормят, да, тебя. Вообще, да. Сейчас вот тоже с Димой ехали, обсуждали о том, что вообще непонятно. Первый раз, такой у всех первый раз, вообще весь год первый раз такой у всех, наверное. Кажется, ты же не знаешь, как прослать Новый год. Не то, что ты не знаешь, как прослать Новый год, типа, ну, придумать не можешь. Придумать, ну, где отказывать. Да, у тебя как бы без вариантов, и у нас сейчас по новым правилам, ну, я не знаю, если мне не сделают какие-то послабления к Новому году, то ты не можешь никого приглашать в гости, ты не можешь никого там ни с кем встречаться, только можешь, если это одинокий живущий человек, который живет один, типа, можно прийти к нему в гости. Например, кто, типа, один на один, как Дима говорит, хотя я не писала такого, что прописано один на один, я просто сказала, что есть только исключение вставляет одинокий живущий человек. Например, если, как я поняла, если здесь такой друг, который живет один, типа, он к тебе может прийти на Новый год, но только он, типа, больше никто. Вот. Не знаю, ну, хотя бы сделали тогда, как вот до этого было, что двумя домохозяйствами можно не больше двух домохозяйств, не больше десяти человек. Ну, ты, чувак, ты, куда не шло, да? Ну, типа, выбираешь одну семью друзей, ну, типа, вместе с ними. Потому что, ну, понятное дело, что нигде никаких вечеров организовываются, как бы не планируется. Поэтому у нас была такая мысль, может быть, вообще где-то найти какой-то гостевой домик маленький такой, с камином, знаете, в стиле такой ламп, скорее, смотри, где-то вот в таком, или в лесном, или в лесном, или в лесном, или в лесном. Сняв вот в носках, в теплых свитерах, таких вот размерах. Но... Заснеженная улица. О, каминчик, дрова, трещатая, такая сказка, знаете, открытка такая. Но, во-первых... Снега нет. Да. И будет ли, не знаю, может быть, он тоже на карантине, как и оленя Санты. Во-вторых, непонятно, вообще, можно что-то снимать или нет, как бы по логике. А почему нельзя, и сама одна семья, да? Ну, как бы. Вот. Но, с другой стороны, ну, хочется тогда хоть кого-то позвать. Я не знаю, например, там, ну, хоть Таню, ну, и там, котелку с эгидеминосом. Ну... А вот это уже нарушение. Уже. Короче, вот не знаем, как праздновать Новый год. Понятное дело, что все будут нарушать. Ну, по-любому будут нарушать. Но не будет так, что все будут сидеть одним домом. Вопрос таков-то в том, насколько они легально будут нарушать. Может быть, разрешат какие-то послабления, может, сделают. Вот злые бабки порезвятся. Вот бабки порезвятся, да. А еще, смотрите, получается, там же много выходных. Сначала Рождество, выходные. Потом, там, 31-е, первые выходные. А на выходных продаются у нас только товар, первая необходимость. То есть продукты и средства гигиены. Все. Ну, аптека. Детское питание. Ну, я говорю, продукты, средства гигиены и аптеки. Все. Ну, и для машины продают все, что машина ехала. Чтобы ехала, да. Типа топливо, там, трос, масло. Ну, там, елочки, вонялочки, например. Нет, они очень связаны с ковидом. Как-то так страшно они связаны, что вот это все вот прям нельзя. Обычно же, знаете, приезжаешь на заправку, а там очередь стоит. Прям никто не соблюдает дистанцию. Все стоят в очереди за освежителями для воздуха. Правда, поэтому это очень опасно. И это, сказали, нельзя. Но-но. Мы не знаем, как праздновать. А вы... В зуме будем. О, надо всем вместе, вот все, кто не знает, вот как праздновать новый код, кто по ту сторону экрана, всем встретиться в зуме, договориться об общем меню, чтобы вкупы, например, оливье. И что там еще стандартно идет? Оливье, шуба. Шуба не будет. Шуба не будет, почему? А, потому что я шубу не готовлю. А, ты шубу не готовишь. Дима знает, почему. Почему? А почему? Не, 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 Дима знает, почему не готовишь. Вот. Короче. Что ты имеешь в виду, Серега? Хорошо, что Дима выжил после этой истории еще и отделал с легким испугом отсутствием шубы в своей жизни. Если ты интересная история, мы потом ее расскажем. Какое-то видео уже рассказываешь. А мы рассказывали, да, какое-то? Нет, не рассказывали еще? Да ладно. Мы рассказывали историю про шубы или не рассказывали? Это смысл, ладно, шубы? Если не рассказывали, напишите, если не рассказывали, тогда мы как-нибудь расскажем. Короче, да, не знаем, не знаем. Идей пока нуль. Ну, посмотрим. Ну, честно говоря, мне кажется, что логично было бы для правительства сделать исключение на Новый год, торжество, какие-то послабления, не сильные. Ну, какие-то чуть-чуть. Возможно, они сейчас сделали это привлечение для того, чтобы послабление потом. Может быть, они сейчас ужесточили, чтобы потом вернуться на шаг назад, а потом обратно вернуться. Ладно, все, едем. Я и полоснула, да, ребенок наконец-таки уснул за полчаса до города. Сначала заедем к диминам родителям, то заедем в магазин, а потом заедем, купим товары первой необходимости. И потом домой. И потом домой. Мне завтра там подработать надо, работать чуть-чуть, поэтому мне надо сегодня косметику почистить, перебрать, промыть, протестировать все. Короче, так, ладно, пока едем. Ну вот, мы приехали в Екатуре, надо закупиться для ребенка на неделю продуктами. Ну, что надо будет, да. Зашли вместо Риме и сейчас вам покажем, как у нас все ограничено. Детские игрушки запрещены, елочные игрушки запрещены, для дома все, тазики, кувшинчики запрещено все, одежда запрещена, все запрещено, все, кроме еды. А, ну и товары гигиены, вот мы сейчас видим товары гигиены, но кроме лака, и крем для лица тоже нельзя. Лак нельзя. И крем для лица нельзя. И крем для лица нельзя, и помаду, наверное, нельзя. Ну да, можно, короче, гель для душа, зубные пасты, такое. Помыться можно. Ну вот так вот, да. Все, мы уже приехали домой. Это как-то грустно, Тал, без ребенка, да? Да, грустненько. Ага, грустненько. Да, так скучненько. Вот, приехали домой. Сейчас я буду собирать, разбирать косметику. Мне там надо все почистить, прозависцировать. А Дима в это время будет делать видео для вас, которое выставит, которое вы уже посмотрели. Потом, может быть, кто-то еще землетрясение устроил. И потом будем какую-нибудь фильмы отсмотреть. Все, всем пока. Пока-пока. Приятно, посмотрим. Дима, что ты должен был сейчас сказать, я забыл. Он забыл сказать, что пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайк. Забыла сказать. Если меня не будет в следующем влоге, это значит, что завтра, завтра, Дима, завтра что-то задумал. Короче, он мне говорит, что я в 12 часов была готова, он куда-то меня хочет отвезти, но не говорит, куда. Я не знаю. Я даже говорю, как мне одеваться? Нормально. Я говорю, каблуки не настолько нормально. Я вообще не понимаю. Короче, если что, он... И вот мы еще ребенка увезли, он последний, кто меня обидел, если что. Продолжение следует...